Неаполь. Южная столица Италии. Именно в этом регионе последствия кризиса особенно ощутимы. На улицах итальянского города в последнее время появился новый вид разбоя. Участились случаи, когда у доставщиков пиццы стали отбирать товар прямо среди бела дня. Владелец пиццерии Чиро Олива решил не сидеть сложа руки и возродить старые итальянские обычаи – пицца со спеса, то есть оплаченная пицца. «Если ко мне приходит клиент, у которого действительно нет денег, он может взять одну из этих пицц со спеса. За них уже заплатили другие посетители. Я веду счет таким пиццам на доске». Желающих оплатить пиццу совершенно незнакомому человеку оказалось в Неаполе немало. «Оплатив пиццу другому, я могу есть свою без угрызений совести, ведь я же в конце концов помог человеку». Вот она, жареная во фритюре – вариация классической неаполитанской пиццы. Чиро Олива делает ее с моцареллой и руколой. Правда, рецепт той самой оплаченной пиццы попроще и подешевле. Слухи о бесплатной пицце со спеса быстро разнеслись по городу. «Сегодня некоторым сложно себе позволить самые простые вещи, даже пиццу. Раньше она была частью нашей жизни, а сейчас для многих здесь это не дешевое удовольствие». В другой пиццерии неподалеку работает Кармино. Он изучал экономику, но не может найти себе работу по специальности. «Мне 26 лет. Я не хочу прожить свою жизнь вот так. Как мне создавать семью, если сейчас кризис? Чем я буду, например, кормить мои детей?» В этой пиццерии тоже идут навстречу посетителям. Так, съев здесь пиццу сегодня, оплатить ее можно через 8 дней. «Я же не хочу, чтобы перед моей пиццерией, как это случалось в других районах Неаполя, посетителям угрожали пистолетом. И все не из-за дорогого смартфона или золотой цепочки, а из-за пиццы». В Неаполе можно подкрепиться не только бесплатной пиццей. Например, в кафе «Гамбринус» можно спросить бариста, нет ли сегодня у него кофе со спеса. Традиция оплачивать еду малоимущим существовала в Неаполе и раньше. Со временем она стала забываться, но кризис заставил жителей вспомнить о ней. «В газетах, по телевидению, да везде только и делают, что говорят о кризисе. Это пугает нас и вообще идет в разрез с веселым нравом неаполитанцев. У нас же, в принципе, очень позитивное мышление. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой». Забытые традиции взаимопомощи, как кофе или пицца со спеса, могут помочь в трудные времена, считают здесь. Но и в Неаполе понимают, для преодоления кризиса только этого, к сожалению, мало.